В одном заварка, а в другом лимонник дома я брал. Я благодарю от души, Ярослав. Душевненько, да, и костерок у нас, и балаган. Шишечку получилось собрать сегодня чуть-чуть. Поздновато, конечно, заехали, но еще завтра у нас день. Душевненько, душевненько. Я вообще люблю что-нибудь построгать около костерка, на память, чтобы осталось деревяшки какие-нибудь. Можно на палатку, как колышки, можно вот их еще обжечь, закалить, чтобы они немножко обжарили. А можно так немножко, да. Это клен приречный. Ну, клен, ну, считайся, самое такое, это, тверденькое дерево. Сидеть, сидеть, отдыхаем. Тепленькое. Ему там вообще нормально балаган получился. Дымок как раз на запад дует, а тепло сюда идет. Сидеть, подождите. Пока-то сидели. Сидеть, спустя все. Владимир, а почему вы решили заниматься именно этой деятельностью? Ты имеешь в виду сетевой маркетинг? Да, именно его. Давно это было. Уже привык просто и уже легче просто доделать это все дело и осуществить свою цель, чем как бы оправдываться, что там получилось, не получилось, но по сути-то это вид предпринимательства, как и любое другое предпринимательство, сетевой маркетинг. Ну а сейчас вот два дефолта мы пережили, да, в 1998 году, в 2012-2013 году, и получается, что никому не сладко, да, вот так, тоже вот сейчас мы за шишкой пошли, да, подзаработать хотим, ну и стихия, конечно, люблю я тайгу, ну а сетевой-то маркетинг-то работает, где бы мы ни были. Вот сейчас я тебе рассказываю, да, может быть, тебе это станет интересно. Сергей Сергеевич, он там спит, может быть, ему сон приснится какой-нибудь, встанет и скажет, маман, ты что там это, про что рассказывал, может, мне тоже надо, да? Может, там, это, кого встретили, гаишников, может, там, сегодня, кого встретили на заправке, там, рассказывал, там, видел, я раздаточный материал давал. Такой вид предпринимательства, с одной стороны, ну, редко у кого получается, потому что не до конца профессионально люди к этому относятся. Но если вот посмотреть MLM-лидеров компаний, заработки топ-лидеров MLM-компаний, там вкусные гонорары, там, вот, Леон Вейсбейн, я его по герболайфам учился у него, ну, и работал в герболайфе в 1996 году, по 2000 год. Вот я сейчас, ну, год назад смотрел, 275 тысяч долларов, вообще, ну, в голове не укладываешь, да? 275 тысяч долларов в месяц, но под ним и Австралия, это сеть построил он, по герболайфу. Доход у него засветил, да, и самое главное, что он налоги платит, то есть, даже он же официально засветился, получается. Это не просто там кто-то что-то рассказал, что я там зарабатываю, не-не, подольше, подольше, надо, чтобы они обуглились, и надо, чтобы обгорели, вот эти носики. И тогда вот этот носик самый будет крепенький, он прям будет, как камень. У меня вот такие есть сосины с 1998 года, ну, тоже так, около костра сидели, на память. Или колышек, палатку, да, где-то, ну, а где-то пригодится. Ну, а вот то, что почему компания Full Life Research, видишь, я за 24 года, занимаясь сетевым маркетингом, мы продвигали там и герболайф, и дальневосточные чаи, самурбиофарма, женьшени, литерокок, бадан, чебрец, левзея, боярышник, солодка, радиола, розовый, амораловый корень. Мы много чего продвигали. Ну, самое главное, что... У тебя что-то упало, шапочка. Верили в это во все, видишь, мы принимали. У меня вот мама попила эти дальневосточные травы, очки сняла. Сестра приходит, мама, ты чего где-то читаешь без очков? Она, ой, типа, я и не заметила. Я тогда вот в аварию попал воплоп в 1998 году. Вот я до 2000 года занимался этими, а может быть, биофарм с Табаровска. Классные чаи были. Реально мне помогло, там боли в груди проходили, когда много говоришь на сцене, начинались боли. Вот чаек этот пососешь, он растворимый, и все хорошо. Это я к тому, что, ну, бадов много. Вот, сетевой маркетинг, это целая индустрия. Продвигается и сотовая связь, и бриллианты, и золотые сливки, и недвижимость там на белом побережье Кастабланка. И БАДы там, и Сибирское здоровье там, и Амвей, и Гербалаев, и Визион там. Вот, но у каждого БАДа, вот как я уже начал профессионально это структурировать, допустим, есть БАДы, которые направлены на восстановление теломеров. Ну, есть на окончании клеток у нас, есть такие, как окончания, которые сохраняют клетку от преждевременного разрушения. Но есть такая теория, вообще есть 700 всяких теорий оздоровления и омоложения. И вот теория теломеров, ну, кто-то говорит, что это миф, кто-то говорит, что до конца не изучено, что теломеры должны быть или длинные, но они отваливаются. И получается клетка все равно тогда подвержена разрушению. А кто-то говорит, что маленькие теломеры, они не очень хороши, но они крепко держатся. Вот об этом говорит кардиолог Сабаровска, тоже, кстати, партнером стала компанией Фон Хрисёч. Очень интересно все. Она очень-очень грамотная, очень читает вот эти все профессиональные научные журналы, которые вот официальные, реально. И очень много мифов, которые выдают за действительность. Есть же лженауки тоже, да, там все же хотят тоже свое продвинуть. И вот действительно отделить вот этих вот амух от котлет, это не просто как-то мы вот решили заниматься. Все по-серьезному. У жены в 2015 году, 5 ноября, удалили почку, онкология. Я с ней 15 суток в краевой больнице. Вот прям платную палату взял и рядом на кожаном лавочках кожаная. Даже не диванчик, просто лавочка вот такая кожаная, топчанчик. Вот 15 суток с ней провел. Перевязки вот эти вот все, 9 этажей вот этих людей ослабленных. Я 9 лет не был в больнице. Но меня это произвело впечатление. Потом в онкоцентр мы приехали, 638-е, 3 электронных очереди. И нам все говорят, вам сейчас надо поднимать иммунитет, вам надо поднимать иммунитет, вам надо поднимать иммунитет. Ну и я начал искать какие-то БАДы. Там сибирское здоровье. Я понял, я начал структурировать уже. Представляешь, 700 методик оздоровления, омоложения. Как вот в этом разобраться, когда любимая женщина твоя вот... Ну, онкология, это серьезно, да? И я вот начал читать, изучать интернет, знакомые там. Клич бросил в интернете у меня там знакомые. Там есть и на Кипре. Вот руководители, с кем я работал раньше, с компанией парфюмерно-косметической. Сеть у меня была 980 человек, 150 человек в первом уровне. Зарплата 62 тысячи в месяц от построения сети, от товарооборота. 40 тысяч на продажах. Ну, как бы вот на 100 тысяч как бы уже так весело жить можно, да? Ну, конечно, это командировки. Много из этих денег проезжать надо было. Пошел в эту сторону. Ну, когда нам помогли вот эти БАДы по... Вот 4LIFE, Кепку с гордостью ношу даже в тайге. Вот зайди на 4LIFE.ru, 4LIFE.com, вот домой приедешь. Там и про спорт, и про фитнес, и про ветеринарию. Там и специалисты, там и гинекологи, и онкологи, и терапевты, и педиатры. И я точно так же это изучал. 300 видео, представляете, смотрел. Я по трое суток не спал, изучал эти видео, думал, жене отдать эти БАДы, или Сибирское здоровье, или Визион, или Гербалайф. Вот этот выбор, очень тяжело его сделать. Ну, и вот, конечно, старшие товарищи. Леонид Вадимович, там Сергей Константинович Пинаев, врач-онколог с Хабаровска Сергей Константинович Пинаев, врач-онколог, вот Леонид Вадимович Кутузов, Надежда Степановна и его супруга. Вот они, конечно, мне помогли сделать выбор, что 100% это вот нажать даже, да, на человека, вот пинка дать золотого, да, вот ты сомневаешься, а это поможет, или это поможет. Страшно потерять время. Оно вроде как и то помогает, и Сибирское здоровье, и Гербалай. Ну, одно дело помогает, там, если сам слабенько там приболел, а другое дело, когда онкология уже органу далили почку. Ну вот, а меня еще тогда перекосило, мы с Анатольевичем двигались, в 2014 году 700 километров на Сихоталину прошли, только мы не по Сихоталину шли 700 километров, а по карте, если взять 700 километров. Пока в Тайге был, все здорово, похудел, жилистый, там все, по кедрам лазил, педровую шишку только, кстати, тогда собирали. А домой приехал, на фиво подсел, на соленую рыбу, и это, мало стал двигаться, и по суставам, все суставы как опухли, вот до сих пор пальцы не сгибаются, но ты же сам видишь, я и буду таскаю, и мешок в два раза больше тащил, там, и все, и топором рублю, там, и все, и вот с Анатоличем косим, фирма, и П, и воду, там, и дрова, и лют, там, и бензопилой, и косилкой, там, и тяпкой, и все. Единственное, что черенок, вот если тоненький, то он выскакивает, а если вот толстая, то хватка нормальная сила. Ну, короче, Леонид Вадимович говорит, если у тебя сильное намерение, если вы хотите помочь Ирине, вы уже одну почку потеряли, в образ жизни такой вели, ты вот вроде как в тайге двигался, все нормально, приехал, зачем ты на это пиво подсел, на соленую рыбу, что не читал ты? Война тысячи... 1812 года, вот, одна из версий, почему французы проиграли войну, ну, понятно, морозы российские, а еще их, это, кормили соленой рыбой в деревнях, и они, это, тоже по суставам глупануло французиков, в 1812 году, ну, вот в интернете, там, человек посоветовал, я зашел, посмотрел, да, есть такой факт. Это сколько надо рыбы съесть? Так вот, сколько, каждый день пивать, и каждый день рыбка. Вот и получилось, все до кучи, глупануло. Ну и, короче, вот, начал, жена не хотела сначала эти бады есть, говорит, ты что, у меня одна почка. Сначала я, там, думаю, а вдруг какой-то бабушке, дедушку, встряхнет, думаю, дай-ка я двойную дозировку, тройную, а потом, как вот сейчас выяснилось, чем ты больше ешь, чем больше там есть, четверка, по две капсулы, там, из каждой баночки, по три капсулы, из каждой баночки, оно, наоборот, еще лучше. Ну, если профилактическая дозировка, то по одной капсулы пьешь три раза в день, а если вот полечиться, там, какая-то проблема, то двойную дозировку, тройную дозировку, ну, не сразу, там, потихоньку увеличиваешь, но перед дозировкой никакой нету, это вытяжка из, ну, грубо можно так сказать, из коровьего морозного и из яичных желтков. А производитель кто это? Производитель американцы, вот, ты как к американцам относишься? Тяжелая политическая ситуация. Ну, вот там, типа, травят нас американцы, нет? Что сделать? Ну, типа, американцы нам травят, доверять им нельзя. А, нет, нет, я, я не так, так не буду. Ну, я людям тогда говорю, ну, а что вы говорю, филиппинские бананы едите, в России-то филиппинские бананы, это не растут. Но если люди продвинулись, в 90-е годы много денег было потрачено на иммунологию в Америке, у нас тогда было очень грустное состояние, страна была слабенькая. Вот. Или автомобили, мы же вот предпочитаем, японские автомобили, ничего там, да? А японцы, там, мы же, Вторая мировая война, 1945 год, 2-2 сентября, да, ничего. Да, там же и немецкие автомобили. Да, и немецкие автомобили, там, или техника, там, никто же ничего не говорит. А чтобы быть патриотом, если на этот вопрос, пожалуйста, регистрируйся, ККП, давай людям рабочие места, получаем награждение, плати налоги, все нормально. Ну, у нас прямо это, Ярослав Яковлевич, целая презентация около костра. Мне самому аж прикольно. А что, в принципе, пользоваться этим лекарством? Обязательно надо его продвигать еще? Нет, его не обязательно продвигать. Многие вообще и не продвигают. Вот у меня клиенты, я уже пятый год работаю, люди с администрацией, люди с силовых структур, там, ну, я не имею права, как бы, врачебная тайна, да, я худе не врач, все равно надо соблюдать этику, да? Люди очень серьезные, по рекомендации, вот от Кузнецовой Татьяны Николаевны, врача-онколога, вот в нашей команде, ну, вот, это моя знакомая, я ее пригласил, Манченко, Надежда Семеновна, терапевт, со второй поликлиники. Ну, видишь, таких людей очень мало, как правило, у этих ребят, ну, у самих какая-то личная потребность в этом во всем, какая-то проблема, да, по здоровью. Или это люди очень грамотные, которые понимают, что здоровье надо инвестировать, ну, как бы замавтомобильным, надо тоже ухаживать, да, профилактику ему делать. Ну, как правило, видишь, наш российский менталитет, денег не хватает, мы уже начинаем там что-то принимать уже, когда уже врач напугал, там, или диагноз узнали какой-то. Ну, есть врач скорой помощи, Иван Леонтьевич Умнов, 28 лет на скорой помощи в Москве. Вот, я его лекцию слушал по ютубу, он говорит, вот есть точка невозврата, да, ну, вот, кому-то сказали, допустим, напугали тяжелым диагнозом, и он успел что-то сделать, там, кому-то он принимает, допустим, а уже поздно, да, уже ничего не сделаешь, там, хоть ты, там, на сто тысяч купить, да, уже поздно все. Вот, видишь, часто бывает поздно. Поэтому мы, вот, бываем, как сетевики навязчивые, особенно, ну, кого мы любим, уважаем, стараемся, вот, ну, донести, ну, как грамотно, неграмотно, там, профессионально, непрофессионально, просто чисто искренне от души, да, крик души, да, кого мы любим. Ну, зачастую, как бы, не верят, вот у меня и, и зять, и сват, ну, не верят вообще до сих пор. Хотя помогло, и Ире, вот, наглядный пример, на жене, там, и дочке, и внуку, это не это помогло, это другое помогло, да, но здесь еще видишь момент какой, ну, это я понимаю, допустим, даже в таблетке, какие-то в аптеке, есть хорошие, они помогают, вот я сейчас в тайгу взял, и ножку, там, да, и от боли, там, какие-то таблетки, там, и стриптоцит, там, и перекись, там, да, и все дела, и септик, там, а, ну, вот я прорекламирую, но мне же лишнюю таблетку не дадут в аптеке за это, ну, кэшбэк, я там, сто человек им пошлю по своей рекомендации, а здесь получается, компания работает по системе, вот этого сетевого маркетинга, просто тот процент, который заложен в рекламу, везде, здесь заложен в сеть людей, поэтому получается, самые лучшие рекламные агенты, это те, кто это использует, а почему тогда не вложиться в рекламу стабилизионную, она больше живет? ну, получается, что не тот эффект, и получается, еще раз, что самые лучшие, вот люди, кто прорекламирует, это те, кто получил результат, и получается, они самые лучшие, ну, вот, от души рассказывают про это, и получается, вот эта сеть, сарафанное радио, человек к человеку, есть научно сбалансированная система, система вознаграждений, там, ну, с бального товарооборота, допустим, у нас компания, вот эта, и в пола и фрисочек, 64%, ну, получается, если с денег, это где-то 32%, но вот Сергей Константинович Пинаев, он в совершенстве знает английский язык, врач-онколог, кандидат медицинских наук, 17 лет оперировал, 33 года уже, вот, в онкологии, сейчас наукой занимается, преподавал, вот, в институте онкологию, или преподает, он говорит, что 37%, вот, ну, есть компании, которые больше, ну, фонд заработной платы, да, а есть компании, которые меньше фонд заработной платы отдают, вот здесь, вот, в этой компании, 7 видов заработка, путешествия, вот, когда ты с командой делаешь, на миллион рублей товарооборот, ну, там получается 10 тысяч баллов, ну, будем нормальным языком таким говорить, на миллион рублей, да, и повторяешь это еще два раза в течение года, тебя компания посылает от дверей дома, до дверей дома, в самые экзотические места, там, вот эти 17 палубные теплоходы, там, вот сейчас, остров Сибу, в октябре, я, кстати, вот, кстати, наверное, вот вчера у ребята поехали, наверное, до этого вот был Сингапур, Малайзия, вот ребята в Сусуиско ездили, на 17 палубном теплоходе, вот мы вместе отдыхали 11, 12, 13 сентября на базе отдыха Волна, у нас был дальневосточный саммит компании, Флайф, височек, 2 ночи, 3 дня, вот, с Москвы приехали руководители, вот были люди, которые зарабатывают больше полтора миллиона рублей в месяц, вот так, но сейчас с тобой на шишку пошли, денег заработать, дать там десятку, люди, помогая людям, да, рассказывая о этих препаратах, что они помогают, рассказывая, где это можно взять по самым оптовым ценам, да, помогая им зарегистрироваться, и помочь убедить их знакомых, и вот компания им за вот эту рекламную работу платит, почти полтора миллиона рублей, там, и больше, но они начали это делать, в эту сеть, там, тоже не просто так, 10 лет назад, я их знал 10 лет назад, просто я занимался за это, за эти 10 лет, там, несколькими компаниями, они уперлись в одну тему, и только этой одной темой занимались, и вот такой результат, а это не антиреклама получается, те же более, антиреклама, к чему? ну, с соседним средством, с соседним чем? средством, ну, подобным, подобным, который вот, продавал раньше, к примеру, в смысле, конкуренция? ну, да, конечно, тут, как бы, это уже не копируется, это пройдено, а вот это вот, хороший вид, ну, это выбор каждого человека, и надо человеком оставаться всегда, вот я, случайно, забросил ребятам, они там какие-то спреи, продвигают, они в них верят, все здорово, и я закинул рекламу, флайф, все очень нечаянно, просто спросон, я мало сплю, бывает, я и до кровати не дохожу, несколько дней, сидя, сплю с документами, там, где работал, там, уснул, там, пару часов, сидя, поспал, опять включился, зубки почистил, там, умылся, там, с собачкой погулял, и там, все, новый, божий день начался, и я, это, рассылку делал, там, 200 человек у меня, в WhatsApp, ну, и меня предъявили, типа, Владимир, типа, вы что там, в наш чат залезли, там, сбросили, там, у нас своя тема, я извинился просто, и говорю, ребят, ну, здорово, ваши спреи, тоже классные, ну, просто, когда мне был выбор, жизненно важный, мне надо было выбор сделать, ну, я не, я не уверен, помогли бы ваши спреи, в моем случае, да, там, зубная онкология, там, или с моими суставами, а эти мне помогло, поэтому я это рекламирую, хотя, вот, ребята, мне, про сибирское здоровье, рассказывают, что там, тоже, кому-то, прям, при онкологии помогло, ну, здесь так, каждый ищет свой коллектив, здесь, видишь, много чего совпало, во-первых, это ветер, ну, мешки тут ходят, видел это самое, когти на, на этом, на дереве, нет, Серега рассказывал, я пошел, посмотрел, реально, а Анатолич в тот раз, видос показывал, там реально, прям, где-то, где-то радиус, 20 сантиметров, он же прям, обдирался, ну, кто-то есть, кто-то рядом, да, кто-то рядом, ну, я, это, прибыл, и взял, на всякий случай, самое интересное, что тут топчется, бышь, 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 да, может ветка падает поэтому эта конкуренция как люди реагируют все должны понимать что мир же он большой возможности там много мы же гербалайф ели там и нам помогал он там и и амур биофарм пилете датогенные чаи тоже помогала но вопрос в каком состоянии вот мы себя загнали там у жены почку отрезали у меня суставы прям вообще просто ведро воды не мог поднять ноги не держали тело вот сегодня сам видел какой мешок и тащили пипец ну конечно она болит не без этого но она реально восстановила ну я сейчас не принимаю я по-разному и принимал и не принимал и собаку вот каком 2017 году упала на четыре лапы поздно заметил уже два дня смотрю еда не тронута вода не тронута а я буду вожу двумя бочками я просто и получается это после подтопления вода сошла у нас же сам знаешь приморье четвертый год подряд топят реки выходят из города из берегов там китайцы шлюзы открывают короче на 100 процентов сергей сергеевич это не а с полками это не так страшно да не с мишкой что-то не хочется встречаться это такой древненький такой да все несколько мы бродов всем за прошли выложу youtube канал прикольно немножко разбодяжу романтика и получается собачка это хватанула чего-то после вот этой вот вода сошлась и я поводу двумя бочками вожу воду в своем доме жил обычно со мной это вообще это для нее счастье 8 лет бегает со мной поводу это для нее побегать там погавкать на соседских собак там все а тут раз не бежит короче да не нормально это не это сергей сергей и получается это не бежит собачка я раз она но 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 ноги не может стать я и беру три факта по кстати я это соль там взял до сахар кофеечек насыпал рояль в кустах вот такая баночка три фактор короче голубенькая есть 60 капсул это вытяжка из молозива кров ну грубо так сказать вытяжка и из яичных желтков куриных это короче вот рыбы передают молекулы иммунной памяти через игру птицы и рептилии через да это сергей сергеевич ворочица в спальнике через до честно через яичный желток всем ликопитающих сиську сосет там кошка мышка там человек вот короче через материнское молозиво и я это одну капсулку на руку высыпала на раз слезала вторую она раз слезала ей третью но за как при онкологии такая дозировка 33 по 3 она чик слезала ну я думаю ладно через два часа опять ей дают 1 2 3 через два часа опять 1 2 3 ну и специально уже раз бочками чик она со мной побежала представляешь ну так слабенько как бы боком 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 вы побежала да реально что просто сергей сергеевич бороться а в этот раз короче опять подтопление было я это ну тоже как бы уже жене там себе там ну думаю собачка перебьется да уже как бы эксперименты все прошел доказал уже там все там уже и у стоматолога там результаты с по зубам там и у дочки низкое давление там или внук кашлял два года помогло там и жене вот при онкологии ремиссия стойкая там как он называется креатинин хорошие анализы там и у меня по суставам я вернулся к рабочей физической нагрузке как 30 лет выдерживал и это в этот раз собаки не давал короче я ее полтора месяца носил на руках на зеленую травку вот реально вот выносил как маленького ребенка это я ее восстановил она загуляла и вот в этом энергии любви короче я думаю пусть загуляет значит суета вот это вот тогда как вот говорят в кино показывают поехала в санаторий роман до чик и онкология мозга прошла до там значит влюбилась любовь морковь там до позитив то и чик выздоровела сергей сергеевич это короче ну вот как было так поэтому тут такая конкуренция ну каждый занимается своим делом ребята говорит володя ты что-то в наш чат влез я говорю но извините как бы ну имеющий уши до услышат имеющий глаза да увидит так что это уже фанатов нет как бы люди по умнели помудрели старенькие родители у людей внуки появились и дети да понятно что лоббирование понятно что каждый сейчас подкину но когда приспичивает по здоровья ты знаешь уже не до фанатизма уже надо это ну и вот не знаю донес я не а то я вижу перескакивал смысле на мысли что здесь есть вот система рекомендации ты можешь выйти на самоокупание лечиться сам бесплатно да ты можешь рекламировать и тебе 17 числа каждого месяца приходит ведомость старшего там стола заказов там или офис есть в этом городе да и получается что такая система уже в 80 странах мира уже 20 лет это не какой-то новый дел да уже все отработано уже обучение там каждый вторник каждую субботу там с 12 часов по москве 15 по дальнему востоку там есть форумы там байкал там есть форумы с москвы там есть там с америки там все короче все отработано уже ярослав яковлевич вообще тут надо но но люди как бы редко как верят с первого раза то что видишь много всего сейчас короче пока не прихватит реальность такая или пока не встретит человека который авторитет на там допустим да поверил да вот я леониду вадимовичу поверил потому что я его знал с 2009 года я эту тему знал ну мне это было не надо когда я был здоровый бегал марафоны владивосток хабаров а когда прихватило мы в церковь пошли там молились там на 4 лень как ползали там иконы потому что уже сам не вывозишь прикинь о чем уже сделать онкология батя умер по онкологии тетя по онкологии дядя по онкологии у сестры двородной грудь отняли прикинь тут ужины почку отняли конечно фары врубаешь надо что-то с этим делали да сам перекосай перекосило как краб не мог бы поднять ведро воды вот 48 лет сейчас мне 53 и я понял что надо пары врубать надо что-то думать тем более здесь есть возможность и рекламировать и зарабатывать да ну видишь тут у меня плюс что я 24 года в сетевом маркетинге но здесь мне было легко понять я уже практик что два учредителя а не 7 учредителей а вот я работал с компанией 7 учредителей мы работу сделали ну как торговые агенты как менеджеры да как продавцы а компания развалилась а прикинь на семерых поделить всем босса на один там куда в лес лебедь рак и щука ли или допустим вот я тут увлекся биогенной водой классная тема но жидкость я говорю ребята теплые вагоны как зима севера там дальний восток все нормально я бы да по-любому кто-то в тупик тупили на миллион зависла ну перимет переморозились а кто будет возвраты вот парфюмерии мы работали тоже бывает бой да приходит партия ударили коробку на бой это надо в москву отправлять потом пока они назад пока туда это же деньги все финансовые потоки поэтому ты уже ищешь как и по здоровью хорошо но ты уже смотришь как бизнесмен как предприниматель но риски да ну чем тебе выгоднее или с теплом выгоднее работать или пластмассовыми баночками или тебе выгоднее там срок годности вот я работал с товаром 12 месяцев классный продукт на 12 месяцев за 12 месяцев не успевает это все пройти пока тебе пришлет производитель пока ты прорекламируешь пока у тебя купят пока ты обучишь партнеров дистрибьюторов для консультантов бах ты завис просроченный товар а люди читают а сейчас вот ты видел что их код вот этот кэш код вот это сейчас следит с 3 октября сейчас любой человек сотовый телефон подвел чик партию проверил папа доз все а ты-то предприниматель а ну тебе надо ведь и тогда уже ищешь какая тебе компания нужно конечно выгоднее с пластмассовой баночкой для там 24 месяца стабилизированные молекулы иммунной памяти да что их проверяют что они даже вот на двадцать четвертом месяце да они эффективны но это там наука там проверяет 80 стран минздрава 80 стран проверяет это не то что здесь вон колбасу конечно все там в интернете там все на сайте все там личном кабинете все есть конечно конечно уже 21 век уже все поэтому видишь вот я о чем как бы ну как не то что ошибка но это надо было пройти как бы выстрадать я конечно пошел на эмоциях к любимым к родственникам друзьям но они прикалывались я иры помогло и там знаешь у того там суставу тот на этих на гормонах сидит там тот еще там что-то тот там родила там да там допустим заболели антибиотики то на грудью кормят нельзя да я там раз баночку подарил там то 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 но вот мы покосом еще занимались летом но и занимаемся я за три месяца раздал вот где-то тысячу комплектов раздаточного материала все файлик 6 листочков там глянцевая листовочка и видишь покос вот такая тема что ты возвращаешься мы по пять по шесть раз косили одни и те же участки 70 домов на одном тыс уже управлять компанией там 40 30 у других там на дачах бабушки дедушки на коттеджах там бизнесмены там но первый раз говоришь они конечно вот ты чё ты кто я я по первому образованию техник пчеловода там ты чё косырь откуда ты знаешь про клетки нитрофилы и начинаешь там да ну там нас врачи ты обучает там кандидаты наук профессора там каждый вторник каждую субботу я им книжечки но все равно уже не еду да потом второй раз приезжаешь к ним опять там да у тебя рояль в кустах ты ля 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 они там ну ладно нормально потом третья там они уже начинают когда у меня то болячка у меня то болячка у меня это болячка уже начинают откровенничать потом чуть четвертый раз пятый и там уже на шестой раз о там да вот у меня там простаки там или там у меня там рак просто пока поверить видишь тогда как же опять же понять поможет ли твоей болячки это лекарство а видишь она почему вот я этим занялся профессионально во-первых универсальная это молекулы иммунной памяти они попадая в организм они делают иммунную систему компетентной и более быстрый иммунный ответ про это книжки там есть все там профессора там уже написали 6000 работ медицинских все это но белевская премия за это получено там в 1949 году там лоренс врач-фтизиатор все это открыл там профессор стоф это все там изучил там 252 пациента и брал у них кровь 50 миллиграмм он пришел к выводу что у них очень мало натуральных киллеров от этих вот лейкоцитов которые уничтожают методом фокоцитоза там вирусы бактерии грибы онкологические клетки все уже изучено и получается что вот я сначала когда наслушался всего бегаю и говорю это панацея но это реально панацея на этом собачке помогло жене онкология помогло там дочки низкое давление помогло в ресторан пошли морепродуктов наелись и отравились а помогло там у меня сустава помогло ну панацея сустава помогло он кого я помогла там отравление а потом Это Сергей Сергеевич. А потом Леонид Вадимович Владивосток приехал, и я писал на камеру, прослушал, и он тогда четкий такой тезис сказал, что эти продукты, они включают иммунитет, а панацеей является сама иммунная система. Вот почему оно, ну, тому помогло, тому помогло, есть люди даже с эпилепсией, представляешь, диагноз снимаем, но тоже не сразу, три года, прикинь, ну, три года, вот девочка есть, Даша Трубникова, она вообще, там, в школу ее боялись учителя брать, ну, ты знаешь, на уроке 30 человек класс, и она там в конвульсиях, там, пена там, и все остальное прочее, ну, кто ответственность возьмет на себя? Да, да. И вот она принимала, там, мама, конечно, там, Ольга, дай бог здоровиться и терпения, вот все, слава богу. Сейчас они, конечно, это рекламируют, потому что она в институт поступила, она даже написала книгу, глянцеву, от четвертого формата, вот как книжку мы читаем внукам, там, да, там, змей Горыныч трехголовый, она вот изобразила, что это вот онкология, герпесвирусная инфекция и грипп, что это трехголовый, этот, змей Горыныч, трехголовый. И что вот у человека потерялся иммунитет, и люди болеют, там, герпесвирусами, там, онкологией, там, или простудой, там, или гриппом. И вот человек потом пошел, нашел, там, трансферфактор иммунитета, да, и победил этого змей Горыныча. Ну, сказка такая прикольная. Врачи из Германии приехали в Москву, там, на конвенцию, и всю партию скупили. Ну, что доходчивым языком объясняет, ну, научная, научная революция в иммунологии произошла, представляешь, 20 лет назад еще. Не, ну, а если такой, коварный такой вопрос. Давай. А с коронавирусом, че? С коронавирусом, сейчас видишь, только ленивый про коронавирус не говорит, да? Ну, да. Вот любая, любая сетевая компания, опять же, и сибирское здоровье, все там помогают, помогают. Ну, это уже лоббирование, честно, вот, лоббирование. Вот. Но здесь, вот, ребята, Сулануде, ну, вот, допустим, смотри, дозировка. Вот баночка, это вот коктейль протеэф, здесь 46 порций. Это я просто его взял, все банки, там, вот у меня с солью, с перцем, с сахаром, там, со сливками, да? Я просто сюда, ну, чтобы они в одном месте были. Вот, получается, вот три-фактор и трансфер-фактор плюс. Ну, вот, голубенькая баночка, сейчас, не знаю, на видео видно, не видно. Кстати, камера работает. Да, работает. Ну, приятно, с полезным. В YouTube выложу. В ненавязчивой беседе дружеской около костра, на балагане. Шишкуем. Четвертая. Уже где-то, наверное, пол первого, наверное, да? Значит, и получается, вот это, вот это две баночки, они увеличивают иммунитет на 437%. Это профессор Киселевский в онкологическом центре Блохина определил клиническими исследованиями. Там чашка Петри, там, брали кровь донора, потом помещали онкологические клетки и вот насыпали трансфер-фактор. И получается, там, через 4 часа, через 48 часов, вот, как вот эти натуральные киллеры в крови, вот эти лейкоциты, боролись с методом фагоцитоза. Кстати, вот я позавчера «Жить здорово» с Еленой Малышевой показывали тоже под микроскопом, как вот клякса такая, вот эти вот нитрофилы, вот эти клетки, натуральные киллеры, уничтожают вирусов, бактериев, грибов. И потом говорят, типа, другим, типа, вот у меня очки, да, у кого-то хорошее зрение, у кого-то плохое, кто-то хороший слух, кто-то глухой, да, точно так же иммунные клетки. Им надо уничтожать вирусы, бактерии, грибы, да, онкологические клетки, а они тупят, допустим, да, ну, слепые, глухие, да, ленивые, да, на посту спят, да. И вот когда принимаешь эти баночки по-простому, ну, это вот врач-онколог Сергей Константинович простыми словами такие, как бы, параллели проводят, да, чтобы понятным языком, не заумным. И вот они увеличивают иммунитет на 437%, но они не стимулируют его, а организм сам определит. Может быть, наоборот, успокоит, если аутоиммунное заболевание, аллергия, да, может быть, наоборот, увеличит, да. Короче, организм сам, как самодиагност, ну, вот, поймет, как ему действовать. Ну, прикинь, универсально? Ну, как-то, да. И получается, ну, конечно, хочется об этом рассказывать. Хотя каждый хочет получить консультацию врача, да, и я хотел получить консультацию врача, там, на свою болячку. Но сейчас понимаешь, что, вот, ну, мы уже, получается, можем называться как нутрициологи, да, ну, как специалисты по БАДам, да. Потому что мы сами их используем, да, каждый вторник-субботу нас врачи обучают. И я уже и большими дозировками пробовал, и ел, и не ел, и уже экспериментировал по-всякому за эти 4 года. Поэтому они, да, нормально. Да, вот так-то, да, так-то вроде все и интересно. И получается же, товары разные, там, кто-то, там, автомобили продает, кто-то, там, запчасти. Все хорошо, как говорится, все профессии хороши, выбирай на вкус, да. Но, видишь, к этому надо прийти. Вот, допустим, когда я не болел, ну, тысячу желаний, там, и водопровод провести, там, и машину купить, там, и в отпуск съездить, там, да, там, и то, и то-то. А когда перекосило по суставам, вот, реально я был в таком состоянии, вот, ты знаешь, был готов быть подопытным кроликом хоть где. Хоть что бы готов был выпить. Ну, я не знаю, это, наверное, те люди, которые, вот, проходили какие-то, ну, страшные болячки, да, наверное, вот тогда поймут вот это состояние, да. Ну, а кто не проходил, короче, вряд ли они, наверное, поймут это все дело. А ты про коронавирус вот спросил, вот, ребята в Улан-Удэ, ну, они очень богатые, они 100 баночек купили, вот таких, 2, по 2, 100 таких, 100 таких, и на семью они по баночке в день принимали, представляешь, 90 капсул проглотить. Ну, только на 3 раза делили, по 30 штук, 30 штук за раз. Оно как сухое молоко. Я вот даже в 2009 году, когда мне предложили, я говорю, да вы сухое молоко развесили и продаете. Всех купили, книжки напечатали. Поэтому, когда мне кто-то возражает, угорает с меня, смеется, оскорбляет, принижает мое достоинство, я говорю, ребят, да я такой же был в 2009 году. Я точно так же угорал. Ну, как, я не угорал, я, ну, я не верил, я не покупал, я не тратил на это деньги, да. В 2013, вот чем моя история показательная, что вот все, что мне сейчас там возражают, говорят, прикалываются, насмехаются, я так же был в 2009 году. Но логика моя говорит о чем? Я так же угорал, а сейчас я яро про это, ну, я очень активно это несу. Да, и я думаю, ну, если они не дураки тогда, ну, извиняюсь, я по-простому, да, около костра сидим, мы же не на сцене, в белых рубашках, галстуках. Ну, если я это понял, да, я угорал с этого в 2009 году и говорю, идите вы лесом. В 2013 году я, бизнес мне предлагает, я говорю, 10 тысяч рублей обязательная закупка каждый месяц, чтобы получать вознаграждение сети. Да, у нас полторы тысячи сделали в парфюмерной косметической компании, люди заскрипели, да. Полторы тысячи надо что-нибудь купить, чтобы получать с твоей выстроенной сети процент. Понимаешь, Чемя, да? Ну, как бы, обязательно такое условие. Ну, это не сильно, да? Ну, можешь сам съесть это, можешь перепродать, да, можешь подарить, не вопрос. Ну, если у тебя по сети приходит 20 тысяч рублей, а тебе надо купить на 10 тысяч рублей, ну, тебе же выгодно, да? Нет, ну, это вкусно. Тем более ты съел или внукам, или родителям. Кстати, вот старые люди, у которых уже закончили жизнь и силы, вот есть Евгений Борисович в Руссурийске, ему сейчас, наверное, уже 96 или 97 лет. Вот три года или четыре года назад Надежда Семеновна проходила по обходу по квартирам, ну, она терапевт дежурный по участку и говорит, ну, если вам, ну, как бы, хотите, вот у Владимира Владимировича обратитесь, позвоните, у него есть книжки, он вам даст почитать, ответит на ваши вопросы. И это, и они купили одну баночку, ну, я с ними встретился, дал книжки, почитали они, и он, короче, пропил ее за месяц там или чуть меньше, там можно побыстрее пропить, можно там растягивать, ну, все зависит от дозировки. Кому-то, наоборот, по чуть-чуть надо и долго, да, там 9 месяцев, кому-то надо, наоборот, быстро, большими дозировками такими ударными. Нет, ну, такими ударными по 30 подлеток, то есть можно и передозировку получить. А, про коронавирус, да? Да, да, да. И вот, получается, они по 100 капсул. Конечно, мне это было как-то, ну, даже мне это было, ну, казалось, что это лоббирование, да? А потом вот Сергей Константин Шпинаев объяснил все, ну, по 10 капсул даже вот за раз. Это, получается, по 30 капсул в день, да? Ну, типа, это реально. Ну, я думаю, ну, ладно, да. Ну, это такой психологический вопрос. Вот мне, когда сибирское здоровье предлагали, там, новомин есть такой, ну, при онкологии принимают. Они, надо пить 18 капсул. Я говорю, да идите вы лесом, 18 капсул, вы что, гоните, что ли? Ну, я-то думал, что это лекарство какое-то, да? Ну, как антибиотики, да, 18 капсул, думал, какие-то побочные действия. А это, видишь, это БАДы, это, ну, органические, вот, получается, ну, природные препараты. Да, биологические, да. Да, биологические, там, да. Вот, допустим, пивасик мы пьем, да? По три литра, да, зараза, да, там, или по полторашке, да? Или водочки мы, душа разворачивается, по литру на нас, да? Ничего, да, нет передозировки, да? Передозировка есть. А как нет? Есть. Ну, я знаю, что на 100-килограммовое тело надо не больше 100 грамм, ну, допустим, тяжелого алкоголя, да? Да, но люди же передозировку делают или триак накатывают, да? И болеют. Ну, болеют, да. Ну, кто-то не болеет, кто-то болеет. А здесь, получается, тебе только на пользу. Вот есть такой Дадали Владимир Абдуллаевич, он говорит, что вот эти молекулы иммунной памяти, они идут на восстановление органов и тканей, там, или какие-то швы, там, или какие-то, там, вот, рубцы, там, или какие-то, там, что-то в организме, оно все восстанавливается. И она, а, ну, еще и омолодительный, омолаживающий эффект дает. Вот если 42 дня принимать, есть патент, Чижов Алексей Ярославович его закрыл, ну, защитил. Патент это очень серьезно. Это не то, что там кто-то там что-то захотел, там, придумал, наговорил, там, да, ответственности несет. Патент это серьезно. Вот Брин, Ирина Брин, она по эпилепсии, по ДЦП, патент защитила, вот, ну, что, вот, если в системе принимать эти трансфер-факторы, то реальное улучшение по ДЦП, по эпилепсии. Чижов Алексей Ярославович доказал, что 42 дня прием вот этих вот этих вот баночек на 4-6 месяцев, на 4-6 лет биологический возраст назад. Вот мне, допустим, 52, а так бы мне было бы там 49, да. Но у меня биологический возраст, наверное, если проверить, это Сергей Сергеевич, у меня, это, наверное, выше, потому что у меня, видишь, все запущено, короче. Ну, пипец там запущено. Ну, 30 лет. Там уже под этими коронками все сгнило. А это же все туда, в кишку идет, вот это все. Что в кишку идет? Ну, вот гнилые зубы, да. А, слюни глотались. Да, я это сейчас осознаю. Ну, а кто-то же этого не осознает, да? Я зубы чищу по несколько раз в день. Ну, а видишь, полечить зубы, как бы, надо было на жену вкладываться. Ну, получается как? Выполняешь цели и задачи, ну, типа, что деньги тратить на себя, да? Там, кому нужнее, того и вкладываешься. Поэтому, видишь, надо строить сеть, надо зарабатывать. Но то, что сейчас и то, что было вот в 2016 году, это небо и земля. Вот Анатоличу спасибо раскачал меня. Он-то турбо-турбо, трудоголик, вот, тянет меня за собой. Мы вот с ним уже с 2014 года двигаемся. По лесам, по речкам, по морям. Вот хочет меня вытянуть на морскую рыбалку, но я что-то это, очкую. Когда это под тобой, там, прикинь, лед провалится, что-то это стало. А, зимой? А? Зимой? Да, зимой. Я что-то это, ну, как бы это. Ну, лес тут, видишь, вон, копье сделали, уже, как бы, это, да? Ну, что-то можно пободаться, да, шансы какие-то есть. А там, если ты провалишься, прикинь. Сразу в лодке сидеть дает. Да, лодке тоже, крючком вытаскиваешь, лодку продырявил, и сколько случаев, да? Ну, да. А, ну, как бы... Да, и тоже, вот, как бы, ну, рыба, я, как бы, это, не жадный, да, рыба. Вот лес я люблю, вот, костер, там, вот, шишку пособирать, там, все, листва, осень, там, классно, костер, там. Вот мы, считай, что, балаган сделали из лежачих елок, да? Вот, они, вот, сухие, никто не предъявит. После дождя все мокрое, вот мы все стоячком собрали, сушняк. Мы, наоборот, почистили лес. Да, еще шишечки завтра были нарваться бы на место. Да и так даже просто отдохнули, считай, без алкоголя, без ничего. И так прикольно, вот, чаек, дикоросы, лимонничек, травочки. Ну, и вот я сейчас, это, ютуб-канал, видишь, мои-то знакомые уже все знают, я их уже просто достал, короче. Ну, я по-честному говорю, да. Вопрос это, ну, слава богу, что их не приспичило, видишь. Я думаю, что вот если, не дай бог, конечно, дай бог здоровьица, дай бог здоровьица, дай бог здоровьица. Ну, не дай, ну, никому не пожелаешь, что мы прошли. Ну, видишь, это еще мне повезло, что Леонид Вадимович мне руку помощи протянул, прикинь. Он меня убедил, у него бизнес-результат, да, у них там, ну, тогда у них было где-то 4 года назад, там, может, 1650 вознаграждения, да. Хотя у них до этого было больше, просто Украина откололась, когда вот эти события произошли. В 14-м году. Ну, он вообще профессионал, он бортинженер Ту-154, да. Надежда Степановна, она экономист, бухгалтер, вот, в горздраве работала, да. Люди грамотные. Ну, у них тоже трагедия произошла в семье. У Надежды Степановны там был биологический возраст, там, вообще, как у старушки. И вот она принимала, принимала, принимала это все, сердце восстановилось. Сейчас у нее биологический возраст, что-то ей 50, наверное, ну, чуть больше 50, а биологический возраст 34 года. Это она, там, и по горным лыжам, короче, специалист, там, какой-то разряд у ней, там, у Леонида Вадимовича, там, это, ныряет он под воду, там, чуть ли не до 60 метров, там, ну, с батискафом этим. Сергей Константинович, он подельтапланирист, вот, брач-онколог, кандидат в миссисских наук и парашютист. Сергей Алексей Иванович Егоров, вот, вирусолог по особоопасным вирусам, он 9 раз на Эльбрус поднимался, мастер по горному восхождению. Поэтому руководство такое, ну, дельное, профессиональное, уважаемое, вообще, с интеллектом. Ну, возможно, нельзя сказать так, что, ну, отказывайся от лекарств, принимай вот это, и все у тебя будет хорошо. Так же тоже нельзя. А вот все в совокупности как-то идет. Нет, ну, это... И лекарства, и... Смотри, если опасное заболевание, и конкретно прописали, во-первых, врач не имеет вмешиваться в процесс лечения другого врача. Ну, есть врачебная этика. Но, если ты знаешь альтернативы какие-то, да, ты, ну, прятва гепаранда, ты должен про это сказать. Но сейчас видишь, реальность какая. Ну, всех по процедуре, вот сегодня даже вот у Анатолича товарищ, да, он и рад бы там что-то сделать, а он тоже в своей профессии, да, в рамке поставлен, да, и должен по своей процедуре выполнять все, да. Точно так же врачи. Блин, лишнего не сказал. Это самое. И так же врачи. Если он поможет пациенту, ну, пациент, мы же все же смертные, да. И пациент раз и помер, да, дай бог всем здоровья. А он ему четко хотел помочь, да, искренне от души. Ну, так получилось, что поздно было, точка невозврата. Врача накажут, могут и посадить. А если он знает про какое-то там чудодейственное средство, да, но он по процедуре лечит там, по протоколу, да, и не говорит, да. И тоже пациент умер, ему ничего, да, потому что он все, все, что по протоколу надо, он ему дал, да. Ну, помер там что, одним больше, другим меньше. И там сколько людей помирает, да. И получается, видишь, ну, а кому хочется рисковать, да. И он бы и рад бы, да, там, кому-то сказать. Думает, да, опасно, да. Ну, вот большинство таких. Но это, в принципе, альтернативный метод лечения. Конечно, это уже доказано. Вот в медицинском справочнике. А он альтернативный метод лечения в России, в принципе, как-то не востребован. Так это, почему он востребован в Монголии, вот, оказывается, монголов 2 миллиона всего. Представляешь, вот нас 146 миллионов, а монголов 2 миллиона. У них там это движение вообще идет. Вот они на Great Escape, на теплоход по 80 монголов, представляешь, приезжают. Наших там несколько человек. Поэтому, ну, кого как приспичило, кто как смог организовать, кто как вот это все прорекламировал, вот, кто как это все осознал. Вот я был в провизоре Хабаровской, Оксана, подзабыл фамилию. Она такую фразу сказала, что этот продукт опередил время на 70 лет. Поэтому он тяжело воспринимается людьми. Ну, вот как сотовые телефоны, да, там. Были пейджеры, помнишь? Потом появились сотовые телефоны. Вот я помню, мы общались с человеком, и к нему пришел там специалист по сотовым телефонам, самый первый в муссурийске, занимал деньги. Я вот сидел рядом. Можно было тоже вложиться, да. Ну, у меня тогда не было ничего вкладывать, как бы. Но все равно. Сотовые телефоны сейчас у всех, да. По несколько штук. Или, допустим, человек приходил, там, давай вложимся, там, 20-тонный контейнер, пеногерметик. Сейчас без пеногерметики ничего там строить, если не делается, да. А тогда ты думаешь, какая-то пена, как она будет держать температуру минусовую, да. Мы говорят, два кирпича держат температуру, да. Какая-то пена в этом, в газ-баллоне, да. Ну, потом же это сейчас. Вот сейчас ты скажи, пеногерметик нормально, да. А в 2000 году скажи, пеногерметик, скажи, да ты иди лесом, да. Так же и здесь, вот, трансферфактор. Вон, два дня назад, это, Елена Малышева, все про иммунитет, все сказали. Но рекламировали они какие-то свои таблетки, там, свои какие-то. А здесь все натурально, вот, все. Птицы через яичный желток, позвоночные и млекопитающие через материнское молозо. Но, смотри, еще в других компаниях, вот, допустим, вот, Серега упал с дерева в 2017 году. Мы ему искали кальций. Он, во всех компаниях есть сетевых кальций. От 500 рублей до 3000 рублей. Я не то, что там цинично говорю, но это тоже имеет место быть, да. А мы, получается, нашли ему в четырех компаниях этот кальций. Ну, он в другом месте, Анатолич ему подогнал, там, Amway, да. Вот, ну и слава Богу. Но кальций везде есть, да. Там от 500 рублей до 3000 на месяц. А от трансфер-фактора, вот он только в компании Full Life Research есть, а он еще добывается из человеческой крови. Надо 50 литров человеческой крови перегнать, чтобы получить 100 миллиграмм. Ну, как бы пол капсулы. И стоит это 270 тысяч рублей. А чехи делают, а препарат стоит вообще, вот, вот в этой баночке, получается 18 грамм, ну, вот этого препарата, да. Вот, 18 грамм этого препарата. 90 капсул по 200 миллиграмм. А в трай-факторе 300 миллиграмм, ну, там 60 капсул. Ну, тоже получается 18 грамм, да, 1800 миллиграмм. Так вот, получается, что эта баночка, ну, грубо там, 3,210, 3,310 по оптовой цене, там, ну, плюс 350 рублей. А из человеческой крови это стоит 6,5 миллионов, представляешь, этот же объем. Потому что там надо 50 литров крови перегнать, чтобы получить пол капсулы. А на лечение надо, допустим, там, 18 грамм или 1800 миллиграмм. А у чехов они из свиной крови добывают. 1,650 тысяч, представьте. Здесь 3,5 тысячи грубо в пола и пресечу, а там или 6,5 миллионов у немцев из человеческой крови, или из свиной крови 1,650 миллиона. Даже у китайцев они из кровосодержащих органов убитых животных делают. 53 тысячи, представляешь? А здесь 3,5. Ну, прикольно таким продуктом заниматься? Ну, и у них идет продукт. Но там еще, видишь, тоже побочные действия. У нас перерально через рот, там надо инъекции делать. Инъекции под наблюдением. Это надо, чтобы специалист колол там, да. Может подниматься температура. Могут быть какие-то противопоказания. Могут быть какие-то побочные действия. Здесь это БАД. БАД почему? Потому что он безопасен. Вот ему статус БАДа. Хотя в американском справочнике врача, вот, ну вот, американский справочник врача, 80 тысяч педиатров читают этот справочник и по этому справочнику назначают пациентам лечение. Представляешь? Ну, как настольная книга, да? Вот это все как препарат медицинский там. Вот, поэтому, конечно, вот ты говоришь, что ты, почему ты этим занимаешься? Вот это все сошлось, понимаешь? И то, что нас перекосило, нам это помогло. Моральное право есть, да? То, что это 24 месяца срок годности, я как предприниматель понимаю, что с этим продуктом удобнее работать, чем с другими БАДами. То, что у компании статус такой серьезный, тут врачи работают, там, кандидаты медицинских наук, профессора. И просто, я извиняюсь, барыга здесь не задерживается. Здесь надо любить людей, здесь надо получить результат. И ты это несешь, с одной стороны, как предприниматель, все мы хотим денег заработать, но здесь еще ты несешь и как, ну, просто как человек, искренне помочь человеку. А маркетинг, вот я, осознав путь пройти по нему, в 2016 году провел конференцию, ну, так как я маркетолог, 24 года, я все люблю просчитать, нарисовать кругляшочки, там, у меня даже есть 4 на 4, представляешь, ватман. Я обойны скотчем склеил, взял веревку, как циркуль, круги нарисовал, и нарисовал там 5000 кругляшочков, представляешь. Просчитал, сколько надо в день, чтобы подключалось людей, чтобы заработать такие деньги. Ну, короче, вот как здание строится, да, там, где канализация, где электрика, да, где там сантехника, где что-то. Там люди же все просчитывают, да? Проект рисуют. Точно так же и здесь. Вот я все это визуализировал, все это дело сделал, даже вот доклад сделал на саммите 2017 года, там, с тренингом, там, с поиском клада. Вот товарооборот на 100 миллионов, схема. Блин, кстати, где-то тут под рукой, где-то есть. Блин, если я найду, это вообще хорошо будет. Бросил, чтобы иня не покрылась. Посмотри, аккуратненько, там белый квадратик есть. Да. Вообще, кончуя. Сейчас, сейчас написали. Запускаем. Вот у меня книжки с тобой. Хоть я Анатолич и говорил, лишнего не брать. Перегруз. Выгулили его. В YouTube запишем. Вот получается схема. Это вот мне помог Леонид Вадимович Кутузов. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И получается, вот нарисовали мы эту схему, как представить, на 100 миллионов рублей здесь товарооборот. Получается, сколько надо людей пригласить. Сколько людей надо пригласить. Вот ты в центре, ты зачинщик. И трех человек надо пригласить. И помочь им, чтобы под них тоже было три. А чтобы под теми было по два. А чтобы под теми было по два. Получается, как бы лидерский состав в 67 человек. Но у каждого тоже должно быть, допустим, у этих по 12 активных, кто еще по 100 баллов делает. Ну, там обязательно закупка. Или там по 10 тысяч рублей. У этих по 10 человек должно быть. И вот я здесь в левой части верхней прописал, что у Platinum International должно быть в первом уровне 12 человек активных по 100 баллов. Это по 10 тысяч рублей, грубо говоря. Ну, 8,5-13 тысяч рублей. И 3 голда. Голды это там тоже есть. В других лекциях у меня там есть. У других лидеров есть. Ну, какой товарооборот должен быть. Ну, какие требования. Вот здесь все написано. У трех голдов должно быть по 3 International. Там тоже свои требования есть. У трех International должно быть по 2 президента. Ну, сейчас как бы не будем на это углубляться. Мы там от души там разговариваем. У двух президентов должно быть по 2 Diamond. Вот. У Diamond должно быть там по 3, по 4, по 6 лидеров. Там допустим, да. И когда вот эта схема вот встает, да, все получают деньги. Ну, как вот, допустим, лейтенант. Да, полностью. Тогда полностью. Да. Да. Дело в том, что, ну, ты получаешь деньги вот даже вот с этой, с первой ступени. Даже ты клиент. Даже у тебя никого нету. Ты даже просто для себя покупаешь. И то ты получаешь грубо вот с первых 100 баллов ничего не получаешь. А уже вот со вторых 100 баллов в календарный день, в календарный месяц, 30 дней, 12,5% в деньгах, да. Вот ты, допустим, на 10 тысяч купил, все, ты получил со скидкой на 350 рублей каждую баночку дешевле. Уже ты счастливый, да. А если ты купил еще больше, да, ну, больше 100 баллов или, грубо, 10 тысяч рублей. Ну, может, 8,5 тысяч рублей, может быть, больше 13 тысяч рублей. То с тех уже денег 12,5% тебе кэшбэк 17 числа в следующем месяце. Тоже прикольно. Ну, это. Да, получается, ты себе же купил и тебе просто... Да, и тебе же за свои закупки. Получается, маркетинг-план научно сбалансирован и выгоден для всех участников сети. Хоть ты начинающий клиент, хоть ты там уже начинаешь чуть-чуть двигаться, да, там кому-то пригласил, кому-то объяснил, да. Хоть ты уже там махровый лидер и уже гоняешь там по всем странам мира. Короче, тоже все. И почему нет конкуренции? Вот я тоже в разных компаниях работал. Даже на клиенте пересеклись, да, и уже какая-то корысть там, да, обида. Ну, я видел такое, да. Здесь все друг другу помогают. Даже параллельные, даже вроде казалось бы, мы конкурентами должны быть, да. А мы наоборот. Если человек обратился, ну, как говорится, если ты знаешь в тайге, где родник, ты должен об этом сказать, да. Ну, да. Или ты знаешь, где в пустыне родник, ты должен об этом сказать, да. И тут так все, да, получается. Да, или вот, допустим, ты знаешь, где шишку, да, кто-то там, Вася пришел и говорит, Ярослав Яковлевич, что, где шишка? А ты говоришь, братан, становись рядом. Там, вон туда пойдешь, на той сопке шишка, да. Что, сделаешь так? Да, возможно. Да. А здесь вот так, вот так, представляешь? Но почему, вот как я это понимаю. Смотри, если человек меня выбирает наставником, то у нас тогда вот этот тендем совпадает, да. Я получу свои деньги, когда у тебя будет сеть и будет движение товара, да. Если вот у тебя товарооборота нет, я не получу деньги. Мне сеть, в принципе, не нужна. Я просто хочу подлечиться. Все, будешь покупать на 350 рублей дешевле, и все. Ну, тебе выгодно зарегистрироваться, и хоть я в тайге, хоть я на рыбалку, ты от меня не зависишь, ты на склад сам приходишь, у тебя шестизначный компьютерный номер, и ты сам можешь покупать хоть где. Вот у меня знакомый, врач-физиатр Сергей Иванович из Владивостока, Володя говорит, в город Борисов, Белоруссия, можно помочь человеку, онкология? Я говорю, сейчас Леонид Вадимовичу звоню, в Москву, Леонид Вадимович, в город Борисов. Он говорит, давай я тебя на Олега выведу, Минск. Представляешь, какая география, какая связка, какая взаимовыручка, да. и ты, допустим, если там кто-то купил, ты получаешь процент 17 числа. Ну, и он какой-то свой процент получит, если вот там он свои, ну, эти условия выполнил, да, и ты получишь процент, там заряжено 64 процента, ну, и в зависимости от твоей квалификации, ну, каждый получает свой процент, и это уже двигается 20 лет, в 80 странах мира, все, без сучка, без задоринки, все по-честному, да. Ну, получается, вот так, если вдуматься, ну, идеальная система, да. И температурный режим, и передозировки нету, и включает иммунитет, а иммунитет является панацеей, там, да. И это не накроется медным тазом, потому что это уже в 80 странах мира. Даже если там где-то война, дай бог всем здоровьется, там где-то землетрясение. Ну, ладно. Если он, все-таки, подтвержден, этими, нездравыми, нездравыми, а, а почему он в аптеках не придается? Смотри, вот у нас в Уссурийске был монастырев аптека, знаешь, да? Да. На Краснознаменной Володаровска. Пока ребята, вот, с оттяжкой платежей им давали, они брали это в аптеке. Брали. Все это можно. А когда сказали, давай предоплату, да? Давай денежку свою. Ну, они это, съехали. Потому что накрутка маленькая, 350 рублей, видишь? А в интернете вся цена прозрачная. Вот ты, допустим, пошел один раз, купил, да? Потом ты начал фары-то врубать в интернете, искать? И ты смотришь, в интернете всего лишь 350 рублей накрутка, да? Нет, ну, они как аптека, крупная сеть достаточно, они могли взять крупным окном. Ну, ты знаешь, ну, один из ответов какой, что люди здесь выздоравливают, да? Ну, я не знаю, как бы, говорят, аптекам не выгодно, чтобы мы выздоравливали, да? Выгодно, чтобы мы болели, да? Ну, я не хочу так отвечать, я просто то, что процент маленький, наверное, я так думаю, что, наверное, процент маленький, накрутка, видишь? они любят больше накручивать. Это же тоже бизнес, да? Тоже же надо и аренду платить, и зарплату людям. Но вообще есть мнение, что вроде как невыгодно, чтобы мы выздоравливали. Весь контроль ужесточается. В смысле контроль ужесточается? За аптеками. А, за аптеками? Да, не было вот этих. Да сейчас вообще... Чтоб мел не продавали. Да, сейчас вообще... Вообще вот Чужов Алексей Ярославович, мы когда были на саммите в 2017 году, ну, я может что-то ошибусь, 45 тысяч лекарств всяких есть, представляешь? А эффективные, жизненные, важные, что-то, по-моему, там что-то чуть меньше 20 тысяч, представляешь? А получается, больше половины, ну, извиняюсь, беспонтовые, да? Да. Это да, это так. А если, не дай бог, это коснулось нашей семьи, представляешь? Вот я тоже не мог понять, боковой Александр Григорьевич, ну, почему вот Трансферфактор, там вот эта книга есть, книга такая есть, и графики, ну, и там вроде как небольшие проценты, если Трансферфактор принимать, ну, с лекарствами. А потом я послушал его лекцию трехчасовую, что есть такие антибиотики, которые на людей не действуют. ну, 10% или 20% категория людей есть такая, на которых какие-то антибиотики не действуют. А они им, ну, необходимы, жизненно необходимы. Если и Трансферфактор, и эти антибиотики давать, то они начинают работать, но без побочных действий, и даже нужны меньшие дозировки, представляешь? Ну, прикольно. Ну, без побочных действий антибиотики в принципе не работают. Они всегда с побочкой. Ну, да. Все это можно прослушать вот прям в оригинале врачей. Вот, Додали Владимир Абдулаевич, есть запись, четыре с половиной часа рассказывает про все эти витамины. Там, А, В, С. Кстати, это, вот я тоже Елену Малышеву послушал, витамин Д, вот на солнце надо, ну, ну, кому-то важно бывать, кому-то там нельзя. Вредно, наоборот. Что витамин Д дает силу иммунитету. Вот, если так, иммунитет без витамина Д, что это как шамкающий без зуба старик. А когда иммунитет с витамином Д, это прям вообще там все четко вон там вирусы, бактерии, грибы, онкологию уничтожает. и они там еще на таких примерах все это показали, знаешь, там, в макетах интересно, конечно, догласил. Ну, как бы, как бы, не было, да. Каждый рекламирует свой продукт. Да, можно и так сказать, ну, как, я ответил на твой вопрос, почему я этим занимаюсь? Ну, да, как-то, да. Ну, совесть моя чиста. Вот, как говорит иммунолог-аллерголог Марина Метаповна Арьяева, почему я этим занимаюсь? Я могу быть честно с собой, да. Я никого не обманываю, я живу по совести от души, да. Классно же, да? И многие врачи говорят, что это то, что не хватает врачу. Ну, потому что вот хочется помочь, да, пациенту, ну, а бывает и не хватает лекарств, да? Ну, только лекарств там или каких-то методик. Блин, засиделся. Вот смотри, да, ну, суставчики-то все равно воспаленные. нагрузку выдерживаю, работаю. Сила воли, характер тоже не забалуешь в бригаде. И вот эти трансфер-факторы вернули меня к этому. Поэтому я сейчас с таким удовольствием просто работаю физически, вообще просто, такой кайф испытываю. Хотя я это, из грузчиков 17 лет. Ну, видишь, как из грузчиков. Просто мы хорошо зарабатывали. Отец инженером был, 120 рублей зарабатывал, а я грузчик 400-600 рублей в месяц. Но мы по 30 тонн грузили. Ну, не каждый день в наряд писали по 30 тонн. И вагоны, и контейнера, там вообще из-за работы дрались просто. короче, веселее с этими продуктами двигаться по жизни, по работе. Подсохли чуть-чуть. подсохли чуть-чуть. Я говорю, не хватит на ночь. надо в ту сторону сходить, потому что там мы уже хорошо подобрали. подсохли чуть-чуть. подсохли чуть-чуть. Так что это... запиши мой телефон плюс 7 924 1, 2, 3, 24, 44. Ну, потом обменяемся. Хотя у меня есть это... я инстаграм уже записал. Прикинь, это не какая-то заготовка. Просто я всегда, ну, всегда, хоть куда, хоть я воду вожу, хоть там на кладбище, хоть на свадьбе. А, в букетах? Вот у меня раздаточный материал везде. Ну, тоже надо вкладываться. Короче, у меня тут есть поменьше листочков, есть побольше листочков. Вот на тебе побольше листочков. Тут и про протеи припрячь, и на тебе поменьше, Ярослав. Иди. Ага. Ага, собака. Родителям покажешь. плюс семь девятьсот двадцать четыре один, два, три, двадцать четыре, сорок четыре. Ну, и зайди на сайт 4life.tv .ru 4life.com Ну, а мой YouTube-канал Староженко Владимир просто набираешь, там должно выскочить все. Ну, как-то вот так. Помогай Бог. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok